Число погибших в ДТП до прибытия скорой помощи составляет до 70%. Это результат того, что первая помощь, которую могут оказывать другие участники дорожного движения, либо оказывается неграмотно, либо вовсе никак. Прибытие скорой помощи зачастую задерживают различные обстоятельства, удаленность места происшествия и банальные пробки. И все же, попадая в руки медиков, шанс выжить у пострадавших становится выше. Видновская больница относится ко второму уровню по классификации всех медучреждений, не оказывающих помощь пострадавшим в ДТП. В травматологическом отделении есть необходимое оборудование и специалисты. Травмы, полученные при автоавариях, бывают самые разнообразные, но все они связаны с резким ударом при торможении. На первом месте, конечно, это стоит повреждение головы. Это 70%. И, конечно, в первую очередь, это тщательно-мозговая травма. Второе место занимает травма грудной клетки 35%. Травма нижней конечности и таза около 12%. И травма верхней конечности 9%. Но если сложить все эти проценты, то окажется, что их гораздо более 100%. Каким образом это получается? Дело в том, что многие травмы различных областей тела сочетаются, и так возникает так называемая сочетанная множественная травма. И это не просто сумма этих телесных повреждений, это гораздо более серьезные повреждения, которые очень часто сопровождаются травматическим шоком. У медиков существует понятие «золотого часа». Это время, за которое пострадавшего необходимо доставить в больницу. Тогда тяжесть в последствии травм уменьшается в два раза. И именно поэтому еще очень важна помощь других водителей, свидетелей аварии. И одним из путей решения проблем снижения смертности при ДТП как раз является повышение ответственности, повышение понимания участников дорожного движения о важности вот этой первой медицинской помощи. необходимо как можно большее количество участников дорожного движения обучать и правильно обучать всем этапам оказания помощи, начиная как извлечь пострадавшего из автомобиля правильно, как оценить его состояние, как в первую очередь обнаружить те повреждения, которые угрожают жизни и здоровью, на которые надо обращать внимание и которые надо стараться ликвидировать. Доктор Головчак призывает всех автомобилистов не оставаться равнодушными к чужой беде. Я видел лозунг, на котором было написано «Пешеходы и водители любите друг друга». Но, наверное, в наших условиях современных до любви это слишком большое расстояние, которое мы можем достичь, и трудно его требовать от участников дорожного движения. Но взаимоуважение и ответственность свою за оказание первой медицинской помощи должен понимать каждый.